Тоска, Анфиса А я уж лучше помру, а не пойду за тех женихов, что братца-то схватают. Не веришься, что-то мне и дома надоело. А мы сами немножко виноваты. Чего это? Тогда, как тятенька-то помер. Уж мы очень много себе воли дали. Золотая была времечка. Хоть я сейчас вспомнил. Чемка, седрой. Мама-мама, мадемуазель. У-ла-ла. Мон, папаша, на седра. У-ла-ла. Жестеный роман. У-ла-ла. А париж всю залду. Алло, маман. Алло. Хоп-хон. Алло, маман, седра левель фуа. Эх! Ну вот таким театральным номером начинают это утро замечательное Нина Тимофеенко, руководитель танцевальной студии и участницей театра студии «Гвоздь». Доброе утро. Девчонки, просим вас вернуться к нам в студию. Возвращайтесь. Мы с вами тоже немного побеседуем. Большое вам спасибо за замечательное выступление. Было очень забавно за ним наблюдать. Так. Неопытно. Расскажу. Так, первый вопрос. Хочется спросить, почему именно такое вот направление и как это называется? Это, я так понимаю, все-таки... Ну, у нас такой театр, это называется. Театр-студия «Гвоздь» у нас, мы, в принципе, когда создавались, мы очень молоденькие, нам всего лишь один учебный годик, можно так сказать. Так, поздравляем. А не учебный сколько? Не учебный. Ну, 9 месяцев. Да, да. Если сентября начинается учебный год, да. Вот, и мы позиционируем себя как театр слова и пластики. Но первый год, как настоящие малыши, мы учились вообще, в принципе, существовать на сцене. Поэтому первый спектакль, мы его посвятили году российского кино. И этот как раз эпизод «Женитьбы Бальзаминова» это, ну, такая ретроспектива, то есть как раз появление цвета. Тема появления цвета в спектакле была, и он посвящен таким образом. То есть, я так понимаю, дальше уже по курсу программы будут произноситься слова уже вживую. Уже, да, уже вживую. То есть мы, а пока мы так поигрались, у нас такая синхро-буфонада, но почему? В спектакле мы говорим же даже целых две фразы. А, то есть это отрывок? Это отрывок. У нас целый спектакль, который называется «Кино начинается с поезда». И мы показали вот всего лишь отрывочек. Спектакль, он тоже такой небольшой, он всего лишь у нас 40 минут, но нам достаточно спонтриться на одном дыхании. Без антракта играешь? Без антракта. А почему с поезда? Ну, то есть, я так понимаю, это связано с первыми кадрами? Конечно, да, с первым художественным фильмом. Ура-ура, кто-то об этом знает. Вот, то есть мы в спектакле показываем тоже первые как раз кадры прибытия поезда братьев Люмьер, с чего все началось. И ребята реагируют на этот фильм точно так же, как отреагировали зрители, забежали и убежали. И уже по мотивам нашего спектакля в Доме офицеров организовано интерактивное шоу, посвященное Году российского кино, которое состоится, кстати, 27 мая. И мы приглашаем всех ребят, потому что 27 мая практически во всех школах это последний учебный день. Да, линейки праздничные. Да, и мы приглашаем всех ребят отметить его вместе с нами. Вы знаете, у нас у вас такое... Мне кажется, вам, в принципе, следующую сценку или спектакль можно будет сделать относительно Эли и Татошки. Ведь именно Дисней придумал ту ситуацию, когда черно-белое превратилось в цветное. Ну и, собственно, дети тоже этому удивились. Ну и такой исторический факт. Вот вам и новая идея. А есть ли какие-то... Да, есть ли какие-то... Ну, тем более, как раз детский материал. Есть ли какие-то мероприятия, были ли уже серьезные, где, например, дети принимали участие? Или пока еще не успели? Да, Театр-студия ГОСТ, в принципе, везде принимает участие, во всех мероприятиях Дома офицеров, а также в краевых мероприятиях. У нас вот чтица сидит Полина Соколова, которая у нас уже... Где, где, где? Полина, помаши ручкой, естественно. Вот, она у нас выступает и на краевых международных конкурсах. Пока одна, но мы готовим и Диану готовим, и вот Диана, помаши ручкой. Какой материал подбирается? Абсолютно раз... То есть под ребенка. Что ребенок может, что ребенку близко, то есть подбираем материал художественного слова именно таким образом. Для постановки спектаклей, конечно, то, что необходимо для развития ребенка. То есть первый показ у нас был, как мы его назвали, робкий показ. Он у нас был речевой в основном. То есть мы показывали... Первая часть урока была у нас практика, теория. То есть мы показывали упражнения по сценической речи. Очень близкие вам, Сергей. Вот... И потом мы показывали групповой рассказ. А в конце будет у вас по программе дерзкий показ. А потом у нас будет дерзкий показ, да. Ну что же, хочется уже задать вопрос девчонкам. Давайте возьмем микрофон и передадим его. Девочки, расскажите, пожалуйста, давно ли вы занимаетесь? Ну мы поняли, что в этой конкретно студии это всего пока один академический год, но может быть кто-то раньше уже ходил в театральные студии. Почему вы решили выбрать для себя это направление, этот, ну не знаю, кружок, секцию? Я раньше ходила в театральную студию под названием «Эти дети». Она находится во дворце пионеров. Хотя-то, Саша, приходите. Хорошо. Со скольки лет ты занимаешься? Я занимаюсь, по-моему, с пяти лет. Ну и хочешь ли ты стать актрисой в будущем? Да, я очень хочу стать актрисой. По тебе занято. Мне кажется, тебе уже можно стать ведущей. Ты знаешь, настолько ты уверен, что ты делаешь? А твои коллеги по цеху? Девчонки, расскажите. Ну пока еще не по цеху, они еще не на работе, в принципе. Но можно так сказать. Что вам нравится, девчонки? Почему именно театральное увлечение? Почему, например, не просто танцы, допустим, какие-то или еще что-то? Не стесняйтесь. Все, что наболело. Вот сейчас можно прям все высказать. Доразбивайте ребенка в театральной студии. В школе помогает на уроках отвечать, например? Да, очень. Когда задают стихотворение, учить очень помогает. Наверняка лучше всех рассказываете в школе, правда? С выражением, так все остальные слушают, открыв рот. Ну что ж, мы вам пожелаем удачных, интересных премьер. Я думаю, что таких еще много будет легкого обучения. И потом, может быть, этого направления в жизни. Ну и чтобы все было хорошо. Да, участники театра, студии «Гвоздь» и их руководитель Нина Трофименко была у нас в гостях. Большое спасибо за визит и за чудесное представление. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня!